Привет, Сильвана! Карин Георгиевич, как дела? Нормально, спасибо. Как ты? Ну ничего, я тут в карантине, сижу дома уже 40 дней. А что связывает вас с Великой Отечественной войной в личном порядке, так как семейная история и так далее? Ну, мой папа воевал, он был фронтовик, он два года, можно сказать, чистых провел на фронте, командовал. Он был артиллерист, был командиром разведки артиллерийской бригады, потом командовал батареей, участвовал в освобождении Крыма, Севастополя, Минска, Прибалтики, Кенигсберг. Участвовал в штурме Кенигсберга и закончил войну в Пилау, это в Калининграде, Калининградская область, сейчас Балтийск. Кстати, военно-морская база Балтийского флота, вот там он закончил, как говорится, свой боевой путь. Поэтому вот меня связывают с самым, через папу, прямым путем, как многих у нас в России, практически у всех кто-то воевал, кто-то участвовал в войне. И дед мой по линии матери был в ополчении. Ну, вот такие связи. Одно воспоминание с детства, рассказа вашего отца о войне, чтобы просто нам рассказать что-то личное ваше. Нельзя сказать, что он очень много рассказывал о войне, так сказать, хотя кое-что рассказывал, но какие-то у него были... У него, кстати, были достаточно воспоминания такие, ну, видимо, в силу того, что он был человек молодой очень, ну, что он 18 лет попал на фронт, поэтому у него, надо сказать, были не только такие трагические, драматичные воспоминания, а много и таких воспоминаний, я бы сказал, таких достаточно даже веселых. Видимо, все-таки молодые люди, они беспечные, и, в общем, наверное... Он, кстати, иногда говорил, знаешь, в войне была своя мрачная, но романтика, так что вот у него и такой был взгляд. Ну, вот у него история, если такая, которую я вспоминаю, это, конечно, она не очень романтичная, но, наверное, она говорит вообще о том, какой ужас пережили наши родители. Он рассказывал, как однажды, уже в Прибалтике, по-моему, они какое-то место заняли, и была зима, была зима, и они вырыли землянку, там, он офицер был, там, группа офицеров, они... Говорят, надо было чем-то ее накрыть сверху, эту землянку, нашли вроде какие-то бревна в этом, такие все во льду. Так, ну, они поняли, какие-то куски льда, и в них вроде бревна, они положили на потолок, сделали в этой землянке, значит, сложили ее туда, туда все залезли, страшно устали, заснули, и потом папа рассказал, говорит, я проснулся от какого-то такого запаха, и вдруг я смотрю, с потолка руки, ноги показались, падали просто, так сказать, то есть они висели, то есть они, они не видели в темноте вот эти глыбы льда, это были замерзшие трупы немецких солдат, вот, ну, и вот папа говорит, мы выскочили из этой землянки, хотя уже, говорит, я уже был фронтовик, там больше года на фронте был, но у нас не могли уже больше, всю ночь бегали вокруг костра, но вот такие вот картины он рисовал. С другой стороны, я помню, он рассказывал, как один раз он, какое-то место было, какое-то место, которое простреливало с немцами, и они на спор, значит, он прошел в рост шагом. Вот такие тоже, молодые офицеры, за это он получил 10, как говорит, суток ареста, там, вышел, ну, на фронте какой арест, ну, во всяком случае ему, это, ну, вот, я имею в виду, что вот такие у них, были свои забавы фронтовые, вот, шагом пройти, там, несколько сот метров, которые простреливалось насквозь, значит, немцами, это был такой высший шик. Ну, понятно, ну, 18 лет, 18. Папа закончил войну, ему 20 сколько было? По-моему, 21 года не было, в 45-м году, да, он в октябре, значит, в мае, ему еще только неполный 21 год был, он уже был фронтовик опытный. Да, вот и на Западе в этом году очень странно для нас, отечественников, у меня дедушка воевал по части мамы, он тоже все 6, 5 лет пробыл, потому что их и перебросили уже в Маньчжурию, они в 46-м вернулись. И для меня, которая уже практически родилась за границей, эти рассказы, которые передала мне мать, держат нас всех вместе сейчас. Сейчас 20-й год объявлен годом борьбы, ну, за историческую правду. Как вы думаете, вот вы кинорежиссер, вы артист, творческий человек, как нужно бороться против этого? Какая ваша позиция? Потому что это страшно, вот кто живет на Западе, как я и как многие соотечественники, для нас это просто постоянно доказательство и такое искажение очень страшное. Вот ваша позиция по поводу этого. Естественно, что история всегда является предметом манипуляции, в общем-то, в принципе, как бы, всегда является частью политической современной борьбы, прежде всего. По большому счету, история всегда искажается в каких-то интересах сиюминутных, современных. И то же самое, естественно, происходит с историей Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. И сегодня это особенно стало интенсивным, потому что понятно, что в определенной степени, как это говорится, да, есть круги на Западе, которые хотели бы пересмотреть, пересмотреть нынешнюю ситуацию. И, понимаете, если пересмотреть итоги Второй мировой войны, итоги Великой Отечественной войны, я считаю, что, в принципе, Великой Отечественной войны надо как бы... Она часть Второй мировой войны, но она имеет самостоятельное значение. То есть это в рамках вот этой большой Второй мировой войны есть Великая Отечественная война, которая имеет свою ценность и свое значение. Собственно, на мой взгляд, это была основная война Второй мировой войны, потому что, в общем, для меня, например, очевидно, что если бы Гитлеру удалось... А он был, на самом деле, очень близок к тому, чтобы к своей цели в Советском Союзе, потому что Советский Союз, вообще-то, считался очень слабой в военном отношении страной. Это сейчас мы говорим о победе, но на самом деле не только Гитлер, но и британские спецслужбы, американские, они, в общем, давали максимум Советскому Союзу три недели, месяц, настолько, в общем, были уверены в том, что Советский Союз победит. А на это были объективные причины, потому что, конечно, Советский Союз не был таким, каким он стал после Второй мировой войны. Поэтому, если бы, конечно, Гитлеру удалось достичь своих целей в СССР, разбить СССР, осуществить, то вообще нацизм надолго бы воцарился вообще в Европе. Не было бы силы, которая могла бы с ним справиться. Никаких высадок нормандских, ничего бы этого не было. Можете себе представить, это была бы гигантская империя, от Атлантики до Урала, и, в общем, шансов на то, что кто-то с этим могло быть, кто-то мог с этим справиться, будет американ, тем более англичане, скорее всего, они бы, либо они пошли на перемирие, либо они бы тоже были сломлены. И, конечно, можете представить ужас, который был бы, то, что фактически нацизм стал бы на долгие годы вообще воцарился бы над всем европейским континентом. Поэтому, на мой взгляд, вот, все-таки Великая Отечественная война – это главное событие в рамках Второй мировой войны. Естественно, сейчас есть желание пересмотреть, но если каким-то образом подвергнуть сомнению эту победу, если каким-то образом, так сказать, вот приравнять там Советский, там, нацистскую Германию, Советский Союз, ну, это значит тогда, ведь из этого следуют и шаги, которые имеют значение для сегодняшнего дня, тогда Советским можно предложить, тогда почему Российская Федерация, например, занимает место в Совете Безопасности? А ведь это очень важное место. И вообще, какова, например, тогда, например, судьба Калининградской области? То есть очень много, очень много реальных, реальных каких-то целей можно достичь сегодня, пересматривая итоги Второй мировой войны. Поэтому, я думаю, это связано именно с этим. И поэтому, конечно, все, на мой взгляд, порядочные люди, они должны, в общем, должны быть принципиальными в этом вопросе, поскольку на самом деле это может привести к самым тяжелым последствиям для нашей сегодняшней жизни. Я не говорю просто для истории, а для нашей сегодняшней жизни и для будущего. Самое страшное и самое странное – это именно роль бывших союзников, бывших братьев, которые… Понятно, что политика на одном уровне, но как можно забыть об этом, о том, что эти страны тоже были под этим гнетом, и гибли люди, и сейчас такая неожиданная, как сказать, для нас. Когда такая большая игра политическая идет, мало кто помнит о гибели людей, это все становится… Это все гарнир становится для решения каких-то своих политических и… А соответственно, материальных задач. За политикой всегда есть и материальные какие-то выгоды, задачи, которые преследуются в тот или иной период. Более к профессии. Концерт, который вы сейчас возглавляете, благодаря которому мы можем сейчас дальше продолжать смотреть советские фильмы, где действительно можно посмотреть, и которые Запад принимает очень хорошо, отделяя от информационной, так сказать, пропаганды в кавычках. И вот какие меры сейчас принимает государство российское и вкладывает в нем, чтобы развить эту тематику, хотя очень сильно отличается продукция Советского Союза, фильмы и сегодняшняя Россия. Ну, у нас довольно много, в общем, сейчас картин, посвященных, особенно сейчас, к юбилею, и делалось посвященных в этой теме. Ну, к сожалению, вот сейчас-то все застопорилось, и, собственно, и мы находимся, ну, мы работаем в таком совсем щадящем режиме, то есть у нас фактически только телевизионные компании еще работают на масс-фильме, а весь кинематограф стоит практически все, поэтому, к сожалению, и многие картины, которые планировались выпустить к 75-летию, тоже не выйдут, поскольку просто и кинотеатр закрыт. И получается, что... Думаю, что кинотеатры, и я думаю, что и у вас, наверное, это будет последнее, что откроют, поскольку кинотеатры, даже если эпидемия пойдет на спад, то понятно, что кинотеатры – это место, где всегда большое количество людей, и поэтому, наверное, будут долго еще все-таки их не открывать. Так что я думаю, что кинотеатры достаточно серьезно пострадают в результате. Ну, в Штатах, по крайней мере, это первая индустрия, которая пострадала в первой же той неделе, но все равно нелегально или побочно так. Единственное, что сейчас идет и крутят – это кино. И по интернету, и действительно... По интернету, поэтому единственное, где вы можете смотреть сейчас, и мы милости просим, это наш кинотеатр на Ютьюбе. Да. У нас фильмский, пожалуйста, мы там... Он открыт, он бесплатный, и, пожалуйста, вот там вот можете смотреть и советские, и те российские картины, которые мы сделали. Кстати, мы 9 мая, у нас большая премьера будет, потому что мы провели очень глубокую реставрацию фильма Юрия Николаевича «Озеро в освобождении». Пять частей, большие пять фактически фильмов. И вот мы 9 мая... Мы хотели вообще сделать такое, как бы в прокат выпустить их, потому что, в общем, действительно, наши специалисты очень хорошую работу провели, это покадровая реставрация, и, в общем, хорошего качества очень. И я сам смотрел в зале, это производит очень мощное впечатление, картина, конечно... И 9 мая мы выкладываем все пять частей вот на нашем канале, Ютьюб, в интернете, так что приглашаем посмотреть, пожалуйста. Обязательно. Она будет сперва, ну, испанских не будет, но английский субтитры мы успеем сделать, а потом мы добавим испанский. Ну, можно, я думаю, многие говорят по-английски, могут с английскими посмотреть субтитрами, и она будет в 4К выложена. То есть, в общем, нам удалось достаточно серьезно ее улучшить качество, и вот мы таким образом хотим как-то отметить... То есть, мы... Наш вклад будет, как говорится, вот в этот праздник вот в таком виде. Так что, всем, кто слышит нас, я, пожалуйста, 9 мая, приходите на Ютьюб, наш кинотеатр, вы можете посмотреть эту картину, это действительно... Шедевр. Сейчас такого не снимают. Да вот я чуть-чуть об этом хотела с вами. Вот, когда смотришь эти картины, вот самые такие, и люди с удовольствием смотрят не только наше садечество, вот, и за границей очень сильно. И вот очень сильно отличается продукция тех лет и современная продукция, хотя сейчас очень такой помпезности или там цифровая. В чем заключается, на ваш взгляд, вот разница? Ну, я для меня это все равно... Вот я посмотрел буквально вот два дня назад, там, последнюю часть как раз мы, наши специалисты, закончили, и я посмотрел. Это же не просто цифровка, реставрирование, а это по кадру реставрация. Это довольно сложный процесс. Наши специалисты где-то месяцев восемь работали над этой картиной. Вот я последнюю часть посмотрел здесь у нас на Мосфильме, в кинозале. Это производит совершенно ошеломляющее впечатление, особенно, конечно, батальной сцены. Юрий Николаевич был непревзойденный мастер батальных сцен. Может быть, он не был столь большим мастером в области психологии, но это другой жанр. Тут это не так важно было. Но батальные сцены просто потрясающие. Ну, а для меня это... Я смотрел, я думал, вот если с современным кино сравнить, это ты вот пьешь натуральное вино, и есть суррогат. Но там же батальные сцены были без компьютерной графики. Да. Там фактически все делалось вживую, то есть, если это был танк, это был танк, если он взрывался, он взрывался. Это были специалисты там, которые все это делали по-настоящему. Настоящие взрывы, настоящие... Если мост рушился, он действительно рушился. Это нельзя было просто сделать путем дорисовок и вот компьютерной графики. Но на самом деле, на мой взгляд, это видно. Я все равно придерживаюсь мнения, что, так сказать, в принципе, компьютерной графики, это какое-то совсем... Она должна быть, но это другое кино. Я считаю, что это просто другой жанр. Это как анимация. А если вот кино, вот освобождение, ты смотришь, это вот настоящее. Это вот делали люди. Это сделано так, как оно... То есть, это все вживую сделано, в реальности. Это понятно, что люди рисковали, потому что понятно, что там были каскадеры, понятно, что там были взрывы. И кабельные рамки. Взрывы практически, чуть ли не настоящие были, или во всяком случае, очень близкие. Там были, кстати, жертвы, я знаю, на этой картине были. Были, к сожалению, погибшие были. То есть, это неизбежно в то время было. Поэтому я имею в виду, что, но это и видно на экране. Ты смотришь картину, и ты понимаешь, что сегодня просто близко такого невозможно сделать, такого масштаба картины. Бои в городе, в Берлине, это просто что-то сумасшедшее, как это сделано. Я просто не представляю, какой масштаб, как это здорово. Поэтому предлагаю посмотреть, кто видел, смотрите, вспомните, кто не видел, учите удовольствие. Не, но это заново, если вы говорите, что уже отреставрировали, это совсем другая. Я просто видела несколько картин, которые уже вы раньше реставрировали. Это просто день и ночь. Абсолютно. Да, это сильно улучшает качество. Оно становится изображением более современным, но при этом остается ощущение еще пленки. Все-таки пленка, это пленка есть пленка, как говорится. все-таки цифровая камера, она не дает вот этого, вот этой живости, глубины, которая сохраняет. Поэтому сочетание вот цифровизации с реальной пленкой дает очень хороший результат, на мой взгляд. Вы когда-то говорили, я помню, что вы в зрелом возрасте пришли к тому, что надо все-таки снять картину о войне. «Белый тигр». Расскажите об этом, пожалуйста. Ну, вы знаете, да, действительно, я, ну, я, правда, не могу сказать, что у меня первая мысль была, я снял эту картину «Белый тигр», потому что, прежде всего, мне понравилась повесть Ильи Бояшова и сама ее сюжет очень, мне кажется, интересный вам привнес вот этот, это такой какой-то новый жанр, я бы сказал, Бояшов создал, это такая фантастика погруженная, потому что, в общем, там фантастический сюжет, фантастика, но погруженная в такую очень достоверную реальность войны. И мне показалось это интересным и возможным уже в наше время именно тоже и с этого ракурса смотреть в этом жанре, смотреть на войну, поэтому прежде всего был первый посыл, первый толчок был сама повесть, которую мы потом с моим другом Бородянским превратили в сценарий, но, конечно, второй был важный для меня момент, это то, что попробовать самому, как режиссеру, сделать картину о войне, и я уже к тому времени сделал, как продюсер, звезда, Коля Лебедев, снимал хорошие картины, я был продюсером, это была моя идея, так что я тоже горжусь этой картиной, но все-таки там Коля Лебедев был режиссер, очень хороший, прекрасно снял ее, но дело все в том, что с точки зрения профессиональной, это очень интересно снимать картины о войне, я вообще считаю, что тот режиссер, который не снимал таких картин, ну, как бы он, мягко говоря, он многого недополучил от своей профессии, потому что это большое испытание, это совсем другое дело, одно дело, ты снимаешь фильмы, так сказать, ну, как бы обычные, но военные фильмы, это серьезное испытание, это серьезное испытание твоих профессиональных возможностей, и это огромная школа для режиссера, поэтому это тяжело, это очень тяжелые съемки, как правило, но это, но это такое, это такой вызов, я рад, что я, в общем, снял эту картину, потому что иметь военную картину в копилке режиссера, но на самом деле это не так часто, но есть много отличных режиссеров, не имеющих таких этого жанра у себя в багаже, но мне кажется, что, я повторяю, с профессиональной точки зрения, это очень интересно, и это совсем другое, чем снимать, чем снимать, скажем так, не военный, я считаю, есть не военное кино, а есть военное кино, вот оно делится на два, вот тот, кто попробовал снимать, это как это, знаешь, я думаю, это как летчик, да, он летал на сверхзвукавом самолете, или не летал, это разный вид, вот ты можешь всю жизнь летать на обычных самолетах, но если ты летаешь на сверхзвукавом, мне кажется, это совсем другое ощущение, и какой-то другой, другой пилотаж, наверное, любой летчик гордится, если у него есть такой, такой опыт, но вот так же и военное кино, это совсем другое. во-первых, это вот помпезность, и вот все, что надо подготовить к такому кино, но люди часто спрашивают о разнице героев, которые раньше было при советском кинематографе о войне, и современные герои, какая разница, вам кажется, есть такая разница, нет такой разницы, в самой герои, в пространстве героя. Там, где удается создать образ, актер, образ героя, который волнует, который интересен, которым зритель сочувствует, ну, это и есть задача, но это не зависит, что это в том кино, в этом, это и в современных фильмах есть, бывает это, это всегда редкость, потому что в этом и есть, собственно, талант актера и режиссера, который работает над фильмом, но талант всегда редкость, но во всяком случае, это может быть, это не связано со временем, я думаю, это, это, это и в прошлом, в прошлом тоже было довольно, на самом деле, вы просто забыли многие картины, было много очень слабых картин о войне, нет, их же гораздо больше, и было очень много слабых картин, в которых герои были неинтересны, никак не волновали, просто время отобрало лучшие картины, мы их помним, и по ним, как бы, вот по этой планке мы предъявляем претензии и современного кино, но надо помнить, что и в то время было, конечно, огромное количество, в общем, достаточно неудачных, слабых картин. А сейчас к информационной войне добавилась еще война, это биологическая. Видите ли возможность вы, чтобы есть или необходимость, ввода в России информационное военное положение по поводу цензуры и запрета отдельных СМИ, потому что вот это не только у вас происходит, у нас тоже, какая ситуация с этим, именно в связи с коронавирусом, с этой войной страшной дезинформацией. Ну да, в общем, все это обострилось, и, конечно, нынешняя эпидемия, она в большой степени, мне кажется, это феномен этой эпидемии, что в ней две составляющие, это информация, это, я бы назвал информационный вирус и медицинский вирус, причем такое ощущение, что вот эта информационная составляющая, она где-то 70-80 процентов, а медицинская, безусловно, которая есть и которая опасна, но все-таки она процентов 20. Я даже подозреваю, что лет 20-25 назад, когда не было еще интернета, то, в принципе, может быть, эту эпидемию либо мир бы и не заметил, либо она бы прошла совсем по-другому. Поэтому, поэтому, конечно, это, и в этом феномен этой эпидемии. Она может быть самая опасная из тех, которые были когда-то, не по своим, там, летальным исходам. Наверное, летальные исходы были и раньше эпидемии сильные, там, чумах, оспах, холера, но эта эпидемия же практически остановила мир, такого никогда не было. Такого, чтобы болезнь остановила полностью мир, это, 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 что-то, что-то совсем новое, с чем мы столкнулись, и я считаю, в большой степени это связано еще с тем, что эта эпидемия пришла в мир вот этой абсолютно хаотической, каком-то, каком-то уже сложившемся информационной вот этот хаос, который сегодня из чего состоит современный мир, поэтому эта эпидемия первая, первая, которую я бы сказал и в этом смысле, может быть, она гораздо опаснее всех остальных, потому что она может в результате привести к последствиям гораздо более серьезным, чем просто медицинские, политическим, экономическим, и это может повлечь за собой колоссальные вообще изменения для нашей жизни. Но это вам прежде всего за счет и я иногда говорю, слушайте, закройте интернет, и мне кажется, у вас эпидемия прекратится во всем мире. Вы правы. И, Карен Георгиевич, спасибо большое. И последнее, ваши пожелания нашим соотечественникам за рубежом, всем, которые не поражены. пожелать здоровья, конечно, в этой ситуации, всем здоровья, крепкого, чтобы вашим близким, чтобы вы берегите себя, и, конечно, поздравить с наступающим днем 75-летия, 9 мая, победы Великой Отечественной войне, и, пожалуйста, приходите, смотрите военные фильмы в нашем кинотеатре «Массфильмовского», и вот 9 мая будет у вас желание посмотреть новую реставрацию фильма «Освобождение». Всех поздравляю. Спасибо. Я от имени всех наших соотечественников хочу выразить огромную благодарность за ту работу, которую вы делаете действительно через «Массфильм», для нас, за фильмы, и за то, что вы сохраняете то, что нам не даст забыть о нашей Родине и о нашем Отечестве. Спасибо большое. Спасибо, Иван. Спасибо, дорогая. Очень рада тебя слышать, видеть, и береги себя. Спасибо. 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 Счастливо. До свидания. Спасибо. 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 Продолжение следует...